Всем привет! Сегодня хочу вам показать очень простой в приготовлении крем, который подойдет к любым тортикам и к шоколадным, и к медовику, и к обычным бисквитам. В общем, очень универсальный крем, особенно для любителей сгущенки. Этот крем у нас будет со сгущенкой. Очень вкусный, очень легкий и очень нежный. Готовить его проще простого, как всегда, собственно. Но давайте приступать. Нам понадобится растопить сливочное масло. Я взяла 200 грамм масла, отправила в сотейник и растопила, собственно, его. К сливочному маслу добавляю сгущенку. Сгущенки я написала 370-400 грамм. Это зависит просто от размера вашей банки, как, где, какой производитель, сколько накладывает. Там принципиальной разницы не имеет. Банку сгущенки туда добавляем. Перебиваем либо блендером, либо миксером до полного соединения. Получается вот такая мягкая масса, которую мы отправляем в холод до полного ее остывания. Масса должна стать холодной, так как мы будем соединять ее со сливками. Вот такая вот красота уже. Теперь берем сливки. Сливки 33% и выше. У меня 40% сливки. Я добавила еще сюда столовую ложку сахара, но можно этого не делать. То есть сладости вполне достаточно и от сгущенки. Взбиваем сливки до нормальных таких довольно устойчивых пиков, до плотного состояния. Достаем нашу кастрюльку со сгущеночной массой. Она получилась вот такая вот густенькая, как хорошая густая сметана. Очень красивая и уже сама по себе очень вкусная. Подойдет для начинки каких-нибудь трубочек. Добавляю сюда чуть-чуть сливок. Буквально 2-3 столовые ложки. Немножечко перебиваю, чтобы масса стала помягче. И уже эту сгущеночную массу добавляю к оставшимся сливкам. Лопаткой аккуратно снизу вверх перемешиваю. После перемешивания наш крем готов. Долго перемешивать его не нужно, чтобы он не размягчился. И сразу с ним нужно начинать работать. У меня здесь классический такой бисквит со сметанкой. Ссылку на него я оставлю ниже, так как я его уже показывала. Самый простой тортик. Обычный бисквит и очень легкий быстрый крем. Я бисквит в этот раз пропитывать не буду. Крема у меня много. Он пропитает этот тортик без проблем. Вы видите, как много крема. Получается такой же слой, как и бисквита. Даже может чуть-чуть толще. И просто крем делю на две порции и между двумя прослойками укладываю. Можно оставить чуть-чуть крема, обмазать бока и посыпать, допустим, какой-то крошкой. Но у меня будет вот такой вот симпатичный тортик. Мы еще будем делать красивые и яркие для него потеки. Потеки это уже половина торта. Это уже очень красиво и вкусно смотрится. Обязательно попробуйте. Это очень вкусно, очень просто и также очень быстро. С вами, как всегда, был Кекс. Жду ваши пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока!